У поэта Леонида Мартынова Есть такие строки Все происходит лишь однажды Но если честно говорить Все происходит лишь от жажды Случившееся повторить И вот я снова сегодня вместе с вами Обращаюсь к тому отрезку жизни Более того, к какому-то удивительно проникновенному Болью, счастьем, любовью, разлукой, пласту Который был связан с моим пребыванием в Дубровлаге Лагерь для особо опасных государственных преступников Находящимся в Мордовии И сегодня наш разговор Опять пойдет о том Что по сути присуще всякому человеку Ведь мы живем, начиная с рождения и до старости Набираясь того, что преподносит нам жизнь Часто без нашей на то воли И я благодарен Господу Богу Что Он мне даровал такую жизнь И вот сегодня снова я возвращаюсь к тому времени Когда мы с Ритой После нашей разлуки в студенческие годы Она училась в МГУ в Москве Я в Саратове Наконец-то я перевелся в Московский университет Но поскольку за мной уже следовал хвост Который указывал на мою причастность К политическому вольномыслию То в скором времени Меня оттуда вышибли за МГУ Причем это случилось в считанные месяцы А Рита к тому времени была беременна И, конечно, мое присутствие рядом с ней Оно было так необходимо И помню, вернувшись из Саратова В очередной раз А это был апрель месяц Мы с ней по нашему обыкновению Путешествуя по Москве Как историк она открывала мне Удивительные такие уголки Московской истории Истории Москвы Мы с ней однажды оказались В селе Коломенском Да, это то удивительное место Которое в свое время Было в отчины Московских князей И Иван III в XVI веке Поставил там Храм Вознесения Удивительной красоты И редкостной архитектуры Шатровый храм И мы оказались там в апреле Когда уже и трава И солнце И мы, радуясь Нашей возможности Хоть сколько-то побыть вместе И сознавая, что Дальше-то опять все порознь И опять разлука Мы с ней Там Ну, просто Радовались Этой возможности благословенной И Помню, как вдруг При солнышке Набежали точки И Мы С ней Спрятались От такого легкого Дождичка Под дерево И Когда Она вот Оказалась Вот так вот рядом А я Пытался Даже Плащик такой Болоневый Как тогда носили Над ней Распростерть Вот Она его так Отодвинула И вот Запрокинув лицо К дождю Она Подставила его И у нее Было такое удивительное Блаженство И в то же время Я чувствовал Что вместе С капельками Дождя У нее Из глаз Текут И слезки И вот Стихотворение В селе Коломенском В селе Коломенском Нарядная трава В апрельской синеве Блистают Главки храмов Бьет колокол Внимают дерева Линяют титлы В грамоте охранной В селе Коломенском Мы у себя Мы дома Здесь русская Живая старина Как даль красна Как хлеба Вкус знакома Трудами прадедов Она утверждена В селе Коломенском Где церковь Вознесения Хранит от вандалов Московский Окоем Не суетясь Отбросивши Сомнения Мы правда ради Дышим И живем Живем Как сироты Случайным Подаянием В печали В радости Всегда К виску Виском Господь Лишь знает Может Не случайно Приветил Ангел Нас Улыбчивым Лицом Вот этот Образ Улыбчивого Лицо Он Запечатлен был Вот той Блаженной В то же время Какой-то Слезно-скорбной Улыбкой Которая была На ее лице Запрокинутом К этому Весеннему Дождю Лице Где капельки Дождя Они Перемешивались С ее Слезинками И Если уж продолжать Дальше Эту тему Вот таких Печатляющих Фрагментов Из той Жизни То Я Вспоминаю Приговор Саратовского Областного Суда 16 января 1970 Года Процесс Длился Более недели Но все это время Родители Сестру С братом И конечно же Риту Не пускали В зал суда Потому что Судья По такому Жестокому Намерению Он Допрашивал Их последний День процесса А до этого По процессуальным Нормам Они не могли Присутствовать В судебном Зале Судебных заседаний И конечно же Видеть нас Вот они Маялись там В коридорах Этого Областного Суда И помню Когда Наконец-то Ее Вызвали Для допроса То Я Просто Пился Глазами В ее лицо И слава богу Он дал ей То самообладание Но Когда Зачитывали Приговор Я тоже Смотрел На ее лицо И увидел Эту Потрясенность Когда На На нем На лице Запечатлелось Не может быть Потому как Никто не ожидал Что нам дадут Такие Большие сроки То есть По сути Я получил На полную катушку Девять лет Лишения Свободы И вот Стихотворение Которое Я вам прочту Оно Как-то Отражает То прошедшее Через мое сердце Переживание От Вида Этой Потрясенности На ее Обреченном Потерянном Лице Предречена Минута Когда Под медный Бой Среди Толпы Сомкнутой Предстану Я Босой За семь Шагов До плахи До миг Перед концом К застиранной Рубахе Ты Припадешь Лицом В красе Простоволосой Страданием Исполненная Ты Перед Тьмой Откоса Мне Ангела Напомнишь Виденье Не нарушит Взлетающий Топор И Прибит Мою Душу Всеангельский Собор Накануне Ареста Вот в то лето Которое было Нашим Последним Рита С Аленой Жили у моих Родителей Отец В то время Был директором В совхозе Который находился Где вы думаете В селе Желудева Шиловского района Рязанской области И Я только потом Узнал Что вот Наш дом Домик Где У нас Была Своя комнатка И где Вот я По приезду Своему После Рабочей недели Оттуда Из Рязани Где я работал Следователем прокуратуры Я знал Что там Меня ожидает И пап Слава И конечно же Моя милая И удивительная Рита С Аленой И я знать то не знал Что рядом Храм Который высился И как то притягивал Всегда Вот Взоры Несмотря на то Что Он был почти Полуразрушенный Березки Вот Запущенность ужасная Ну как это было У нас по всей России тогда Что в этом храме Два века Служили Предки Николая Степановича Гумилева Который вот ныне Является одним Из моих Любимых Поэтов Русских И что Сам он туда Наезжал Это потом Я только Узнал И Когда Меня Арестовали Это случилось В пятницу Они ждали Меня Но я Не приехал В эту пятницу И Рита Мне потом Рассказывала Как она В эту теплую ночь Сидела Под березой У калитки Ожидая меня И вот перед глазами Эти контуры Храма Порушенного Храма И вот Мое стихотворение Ту комнатку В доме В доме За старым Храмом Мне В поволоке Слезной Вспоминать И каждый Август Сыпля Соль На рану Тебя Грустящую Мне будет Возвращать Прохладу Рук Твоих И По золоту Пряди Как бы Нечайно Серебряный Смешок Восторженно Восторженно Доверчивые Взгляды Севидящий Смущенный Потолок С годами На желтеющих Страницах В забытых Строках Будет Проступать Любимая Печальница Жарптица В чьем Милом Облике Почила Благодать И старый храм Березками Поросший Но красоту Сберегший Испокон Украсит Стены Радующей Ношей Незримым Рядом Праздничных Икон И конечно же Для меня Из всех Кто тогда Переживал Душой болел Надеялся Родители Дочка Брат и сестра Это были те люди Которые Как я понимал Переживали Не менее Чем сам я Оказавшийся За решеткой И Я вспоминаю Когда нас Привозили Из тюрьмы Следственного изолятора На судебное Заседание Воронок Машина Въезжал Внутрь Двери закрывались Там стоял постовой И нас Тут же Значит Открывшая дверь По одному По команде Выходи Руки за спину Вперед И доставляли нас На первый этаж На первый этаж Где находилась Камера А оттуда Поднимали нас В зал суда Когда Начиналось Судебное заседание Вот помню Однажды Эта зима уже была Выходи Выхожу Руки за спину Заложил И какая-то заминка Стою И вдруг Слышу Слышу Явственно Но мне показал Что Это как Не слышится Голос Мамы И То имя Которым она Всегда обращалась Ко мне Алька Сынок Я не верю себе Откуда здесь Мама И вдруг Поворачиваю Голову Вижу Она стоит Такая Простоволосая На ней Ковтежка Какая-то безрукавочка Руки Так вот У груди Жало И смотрит На меня Это было Конечно Таким страшным Потрясением И Я Ей Посвятил Стихотворение Утешение В надежде Что Господь За ее страдания О всех Детях Настроя была Обо мне Особо Примет ее Селение Праведных Эпиграфом К этому Стихотворению Слова Апостола Павла Не видел Того глаз Не слышала Того уха И не приходило То на сердце Человеку Что приготовил Господь Для любящих Его Не печалься Милые Человечие О напастях Горестях О доле Голубое небо Боли лечит Трава Трава Прорастает Божьей волей Видит Глаз Свечения Созвездий Слышит Ухо Плеск Ночного Моря Но Никто Не ведает На свете Что Господь Для верных Приготовил Там Христа Не поведут К ответу На пророков Рук там Не наложат Словно Вечер Ласкового Лета Тих Приют Божественных Подножий И только Псалмов Млечное Струение Только Даль Немеркнущего Света До Хвалы Познавших Воскресенье До Любовь Создателя Завета Уже После Освобождения Из Зона Меня Очень Долго Мучили Сны Когда Я Во снах Осознавал Себя Пребывающим Там И Самое Жуткое Для тех Кто Отбывал Наказание Это Неизбежный Срок Когда Ты утром Просыпаешься А у Тебя 9 лет Решения Свободы То Ты Сознаешь Что Сколько Раз И Сколько Утр Ты Вот Так Еще Будешь Просыпаться И Сон Который Мне приснился Он Мною Яви Даже И Не Переживался Мне В голову Ничего Подобного Не Приходило Забегая Наперед Что Я Там Вскрываю Вену Возможно Это Из-за Того Что Мы Сидели До Суда Вместе С уголовниками А Ребята Там Делились Всяким Разным И Вероятно Как-то В подсознании Оно Осталось Однако В контексте Сна Это Было Воистину Так Очень Глубоко Правдиво От Тех Переживаний Которые Мне довелось Испытать И Там-то В этом Сихотворении Мама И Рита Это Две Женщины Которые Сердцами Своими Более Чем Кто-либо Пережил Вот эти Это Хождение По Мукам Опять Во сне Мерещится Облава Мне Снова Жутко Я Вжимаю Стену Мне Ходу Нет Ни Прямо Ни Направо Рывком Налево Я Вскрываю Вену Стена Шатнулась Спину Отпускаю В глазах Крестами Огненными Метит Я В темный Погреб Тихо Оползаю И Мама Милая Фонариком Мне Светит Закрыто Дело Я За все Ответил А то Что будет Пусть Придет С повинной К той Женщине Чельноволосый Пепел Усыпал Путь Мне В Райскую Долину Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok